Добрый день, мои уважаемые клиенты. Вы чаще всего меня видите за ту сторону, так скажем, экрана. Я обычно вам показываю объекты, но сегодня немножко решил потратить свое времени для того, чтобы вам помочь сделать правильный, верный выбор. Обычно, когда к вам обращаются клиенты, все клиенты как один хотят, чтобы квартира стоила, к примеру, полтора миллиона рублей, чтобы это был вид на море, чтобы были горы с другого окна, с третьего окна еще что-нибудь, и самое главное, чтобы были документы и так далее, и даже пускай будет ремонт. И все хотят как бы за полтора миллиона рублей. Соответственно, при этом в родном городе, в котором они живут, такая квартира стоит как минимум 3 миллиона, 4 миллиона, 5 миллионов. К примеру, у меня очень много клиентов, которые, например, в Санкт-Петербурге хотят купить здесь квартиру за миллион рублей. Я тоже так хочу, пока себе не купил. Давайте мы рассмотрим, как можно за полтора миллиона или за миллион купить квартиру с видом на море. Чтобы купить квартиру, нужно определиться, первичкой это будет, либо вторичкой. Сразу говорю, вторичку ликвидную за полтора миллиона рублей купить невозможно, потому что, либо это будет нежилое помещение, либо еще что-нибудь, либо это будет квартира проблемная, потому что непроблемные квартиры, они очень быстро уходят в ценовом сегменте, до 3 миллионов рублей, они очень легко покупаются, очень легко распродаются. Давайте все-таки рассмотрим первичные. Первичкой, опять же, у нас бывает двух видов. Это квартира, которая уже сдана, которая уже построена, которая находится в черном варианте, либо квартира, которая у нас на стадии того, чтобы дом сдался, либо, соответственно, когда на стадии котлована. Давайте стадию котлована с вами не буду рассматривать, если честно, психологически даже сам не готов на стадии котлована положиться в какую-то либо стройку. Возьмем, к примеру, два варианта. У нас есть, к примеру, дом, который сдан уже, да, и дом, который почти сдан, да, почти, напишем. Квартира, если сдана, соответственно, дом получил статус жилого помещения, либо получил статус квартиры, цена сразу возрастает и примерно становится в среднем 75 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, чтобы уложиться в миллион, нужно купить себе квартиру в 14 квадратах. Я думаю, что в 14 квадратах, наверное, жить будет не совсем комфортно. Даже моей кошки мало. Ну, да ладно, давайте возьмем побольше. Стадия, которая почти построена, можно, в принципе, взять спокойно за 50 тысяч рублей за квадратный метр. Есть такие объекты. 50 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, можно за 1 миллион взять 20 квадратов. Умножаем на 20, да, и мы получаем с вами 2 миллиона, ой, 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. За 1 миллион рублей реально взять. Дальше. Логичный вопрос. Почти построен, почти документы. Риск страшная штука и так далее, так далее, так далее, так далее. У нас в компании «Элитный Сочи» есть, соответственно, список, скажем, белый список, где застройщикам, которым мы доверяем и так далее, так далее. И, так скажем, не черный список, но тех, которых мы предпочитаем обходить стороной. Соответственно, наши же менеджеры вам дают рекомендации. В каких можно вложиться, в каких нет. Ну, к примеру, давайте возьмем на разный объект, который называется у нас «Мелодия леса». Давайте посмотрим, как формируется у нас ценовая политика. Ценовая политика по «Мелодии леса». Так как я по прошлой своей работе работал тренером и бизнес-тренером, и я привык к переводчику фактами, а не мнениями, то давайте рассмотрим на стадии, скажем, на графике. Где у нас координата ось «Х» у нас будет, получается, давайте цена возьмем, да? А здесь у нас получится время. Соответственно, возьмем, к примеру, дом на стадии котлована. Возьмем, к примеру, «Мелодия леса». На стадии котлована он стоил 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей за квадратный метр. Это, соответственно, было буквально там полгода назад. Дальше. Как только вырастает у нас первый этаж, как только у нас вырастает первый этаж, цена сразу становится 38 тысяч за квадратный метр. 38 тысяч. Как только у нас, получается, дом возведен, цена становится 40 тысяч рублей за квадратный метр. Как только у нас поднимается, например, взяли и прошло стекление, цена становится 45 тысяч рублей за квадратный метр. В принципе, от стадии котлована до дома обычно разница на максимум 10 тысяч рублей за квадратный метр. А вот когда уже приходит к тому, чтобы, например, получить документы на дом, он уже начинает стоить 55-60 тысяч рублей за квадратный метр. Как только вы получите непосредственно статус квартиры или любого жилого помещения, сразу становится цена 75 тысяч за квадратный метр. Самое главное, между вот этим циклом и вот этим циклом дистанция обычно не больше одного месяца. В крайнем случае два месяца. К примеру, квартира стоит у нас, к примеру, возьмем 30 квадратных метров. 30. 30 квадратных мы можем купить по цене 1 миллион 650. Через месяц, когда дом будет сдан, цена будет минимум 75 тысяч за квадратный метр. Соответственно, через месяц квартира будет стоить у нас 2 миллиона 250. Ну, вот я не знаю, как вы, но я еще пока не знаю такую сферу деятельности, где можно за один месяц заработать 500 тысяч рублей. Поэтому, как бы, мой вам такой хороший совет. Не хотите на сайте котлована? Не надо. Не хотите, когда там окошки появились? Не надо. А вот здесь вот надо четко смотреть и оперировать. Мне очень жалко людей, которые буквально там собирались там в апреле месяце купить за одну цену, в мае месяце приезжают, цена становится дороже и так далее, так далее, так далее. И здесь я понимаю, что вина, чаще всего, не клиента, вина риэлтора, который взял и не дожал, который взял и не помог, не подсказал и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. К чему я это все вам сегодня это видео снял? Я не хочу, чтобы потом себя, как бы, упрекать и корить в том, что я не смог вас дожать, и вы потеряли 500 тысяч рублей. Соответственно, раз вы не смогли купить на 500 тысяч дешевле, значит, вы потеряли эти деньги. А потеряли благодаря мне. Поэтому давайте еще раз с вами определимся. Выгодно брать дом, не который уже сдан со всеми документами, а который сдан почти. И, соответственно, нужно здесь и сейчас лучше взять там кредит, лучше там, не знаю, с карточки обналичить, лучше перезанять, лучше взять и внести за даток и застолбить себе вот такую цену, нежели потом через месяц просто брать у тех же самых инвесторов, которые взяли, вложились на этой стадии и перекупать на такой цене. При мне «Мелодия леса» в течение полутора месяцев возросла от 40 тысяч рублей за квадратный метр до 65. И они получают документы 28 мая, соответственно, цена у них будет уже 75 тысяч рублей за квадратный метр. То же самое, очень много таких проектов, могу сказать, по «Атланте», в котором при мне тоже прошло повышение, «Гринхоста» и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Поэтому, работая с нами, вы не только у нас, получается, приобретаете жилье, но вы и зарабатываете деньги, потому что сэкономленные деньги при покупке недвижимости – это тот же самый заработок, только немножко подведен с другой стороны. Все, огромное спасибо, до следующего видео.